И снова здравствуйте! С вами я, Алексей, и сегодня я попытаюсь вам рассказать немного о правилах создания хорошей тени для автомобилей в GTA San Andreas. Честно сказать, я даже немного огорчен, что со времен выхода GTA San Andreas прошло уже столько времени, однако большинство модмейкеров, даже с ГКУ и Эмджин, продолжают все равно делать довольно-таки кривые тени. Нет, я не хочу никого обвинить в том, что он конкретно делает кривую тень. Тени они делают нормальные, они руководствуются в основном всем принципом, что тень должна повторять контуры авто и не выходить за пределы его кузова, то есть как бы немного прятаться в авто. Но проблема в том, что этот способ работает далеко не всегда. И все равно в игре при определенном положении солнца на боку, на заднице авто, на переднице, еще где-нибудь могут появляться довольно-таки вредные пятна, от которых очень сложно, а порой и вообще невозможно избавиться. Мой принцип основан на создании плоской тени под днищем авто. Ну, казалось бы, это бред, конечно, но для начала лучше посмотрите хорошо и выслушайте. Так, ну это моя Shelby Cobra, она без текстур, я ее просто и так открыл за 3D-шник старый, не хочу сейчас текстуры накладывать, главное мне сейчас просто показать саму тень, которую я когда-то для нее делал. Ну, вообще расскажу немного истории об этом принципе. Году эдак в 2010-м я понял, короче, что машина без тени это не машина. Раньше, когда я вот только начинал-начинал, я видел, что тень пятнает машину, я предпочитал просто удалять вот этот вот объект Shadow. Так, хоп, и удалять. Но потом понял, дело в том, что я играл на низкой графике, а как вы знаете, при низкой графике GTA сама создает под машиной некое пятно. Поэтому я думал, что если удалить тень, она все равно как бы будет, но это не так. Потом я начал искать способы, как можно было бы создать тень, которая не пятнала бока авто. Дело в том, что как я не прятал, как я не старался, она все равно у меня вылезала то в одном месте, то в другом в игре. Да и как я заметил сейчас у многих вот известных манмейкеров с Enjin, там и с ГКУ, там еще кого-нибудь. Вот у меня даже где-то в гугле открыта закладочка. А, вот, да, с Enjin машина. Видите, какое у нее пятно большое на боку. А тень вроде как нормальная. В общем, это все портит. Такие тени. И тут нужно сказать спасибо Мэтт Драйвер. Я не знаю, где он взял этот способ, но, наверное, он его придумал сам или ему кто-то подсказал. Это, в общем, не важно. Короче, Мэтт Драйвер сказал, что тень лучше делать, ну, такую же повторяющую контур машины, но нужно немного сдвигать ее под само авто. То есть, как бы, крыша у тени должна торчать в салоне машины, а все остальное должно спускаться ниже. Ну и, естественно, пайвот надо поставить туда, в центр модели. Да, способ довольно хороший, но... Дело в том, что тень при таком способе хорошо выглядит, ну, не для всех авто. Как-то, я не знаю, он мне не особо понравился. Иногда тоже даже вылезали пятна на самых этих, на кромках, на нижних кромках дверей. Поэтому я начал размышлять над созданием своего способа. Ну, я, собственно говоря, его придумал. Сначала я думал, что вообще можно поставить чисто плоскую квадратную тень из двух треугольников. Ну, от этого игра, естественно, лагала, появлялась всевозможная жесть. И тогда я подумал, а что будет, если создать, например, две плоскости и соединить их треугольниками. Ну, вот сейчас смотрите. Вот, как-то так. Видите, какая здесь тень? Вот так вот. Ну, я вот это создал. Поначалу она у меня не повторяла. Вот эти вот, видите, она как бы обведена. Как бы карандашом обведена вокруг авто. Вот, поначалу у меня такого не было. Я просто лепил ее овальную на все машины. Но благодаря ДРК-7, который впервые решил попробовать обводить контур авто, вот так вот, тень получилась просто обалденной. В игре смотрится убойно. Она, конечно, не так далеко от машины отходит, как, например, нормальные тени, которые до самой середины машины. Они прям, как и должно быть, откидываются далеко вбок. Ну, я не знаю, это как-то не сильно важно. А вот эта тень, она как бы немного под машиной, но и при положении солнца она съезжает. Ну, вот сейчас покажу. Наверное, на такое расстояние. Так. Ну, вот где-то вот так. Но дело в том, что она не выглядит так, будто просто плоскость съехала. Она выглядит нормально. В общем, я думаю, вам стоит сначала самим попробовать и убедиться в этом. Как видите, тень машину вообще нигде не пятнает, за исключением колеса. Теперь пора рассказать об основных принципах тени. Ну, то, что по контуру, я уже сказал. Ну, и во-вторых, она не должна быть сильно тонкой. Вот такая, как у меня сейчас, или даже потолще. Если вы сделаете ее сильно тонкой, она может лагать. Вот, например, вот такой вот сейчас. Вот. Сделать вот такой тенью, она лагать сильно будет. И будет довольно-таки некрасиво выглядеть. Лучше ее оставить вот так, а еще лучше приподнять ее маленько повыше. Главное, не задевать диск на колесе. Покрышку можно. Покрышку незаметно, как она темнит. А диск она сразу запятнает. Ну, и саму ее можно вот чуть-чуть вверх подвинуть. Вообще, как сказать. Если сделать ее, например, даже ниже колеса. Вот, например, куда-нибудь вот сюда, вниз вообще, вот. То работать-то она будет, но будут проявляться баги, допустим, с гидравликой. И заехали вы в трансвендер, там, или еще куда, или в колесах рангелов. Поставили там гидравлику. А потом выехали, включили ее. И хоп, и когда машина садится на пузо, тень начинает такими треугольниками бегать по дороге. Короче, лагать из-за того, что она сильно низкая. Поэтому оптимальный вариант это поставить ее где-то вот так. Вот. Чтобы она немного торчала в колесе. У кого-то она немного и днище машины задевать будет. Так, ну, собственно, о нормалях. Тень должна быть отнормалена. Ну, то, что у меня тут какие-то замуты, это чисто из-за сетки, и это ни на что не влияет. Главное, чтобы все вершины были в нужных местах склеены, а в ненужных местах не склеены. Если они будут, например, порваны где-то в середине авто, то рядом с тенью могут в игре появиться всякие такие, знаете, треугольники бегающие, там, и все, еще всякая чушь. Ну, в это я тоже в подробности вдаваться не буду, наверняка все это уже знают. Да и показывать, как делать такую тень, я тоже не буду. Я просто рассказал основные принципы. В общем, сделайте такую тень, и попробуйте протестировать ее в игре. Ну, или скачайте мою Shelby Cobra, и посмотрите, как выглядит эта тень на ней. Я лично, меня лично полностью устраивает такая тень, равная, как и Dark 7. Мы всегда делаем для своих автомобилей именно вот такие тени. Ну, думаю, на этом урок можно закончить. С вами был Алексей. Всем удачи и всем пока.